Раз уж этот мерзавец Ягаз вышел из истории, то скоро будет наша свадьба с Илюль, матушка. Ты начинай подготовку. Илюль забудет Ягаза. Она станет моей женой. Я заставляю ее пожлить, что она дала мне пощечину. Настоящую пощечину сынок получит Аднан, когда он узнает, что у Илюль его дочь он обнимет себя. Ведь ты муж его дочери. Бедный Ягаз. Сначала он потерял любимую, вскоре он и семью потеряет. Ануран Яшара, ну буду теперь растить сына. Сынок, завтра твой день рождения. Тот день, когда много лет назад ты стал нашим сыном. Хорошо, что ты пришел в наш дом. Нашу семью. Хорошо, что ты стал моим сыном. Даже если ты не мой биологический сын, но ты мой родной сын, Ягаз. Боже, прости меня. Прости все мои грехи. Эту девочку. И сделай мою доченьку в другой семье счастливой. Боже, не надо ее мучить за мои грехи, пожалуйста. Не бросай меня в такой сложной ситуации, пожалуйста. Ну подумаем мы что-нибудь, конечно, а почему нет? Что тебе опять нужно, Розея? Если я одна узнает, что я родила дочь, он выставит меня на улицу. Хорошо, что ты родилась, дорогая. С днем рождения, доченька. Мама, это очень красиво, правда не стоило. Дорогуша, надеюсь, эта птица принесет тебе удачи. Надеюсь, как эта птица, улетят все твои проблемы. Надеюсь, ты всегда будешь улыбаться, мой ангел. А это от меня. Если ты когда-то заболевал, мы покупали тебе это. Ты всегда была очень веселой. Ты кидалась на меня, обнимала меня и целовала. Я всегда злился, что у меня борода пачкается. Но ты всегда была счастлива. Папа. Я потушил тот огонь, наконец. Я не расстраиваюсь, вы не переживайте. Вы тоже не расстраиваетесь, хорошо? Со мной все нормально. Пойду открою. Ну а молодец, ты вспомнил про день рождения, Илюль. Мы едва не забыли. От нами ты сын господина Аднана, а ты дочь Ашара. Детишки, надеюсь, вам в жизни повезет. Ягыза, сегодня тоже день рождения. Что? Откуда ты знаешь о дне рождения Ягыза? С днем рождения, Илюль. Госпожа Нермин. Мне звонит соседка. Я потом ее наберу. А, что я хотела сказать. А, ну, Ранушка. Господин Яшарушка, ну не расстраивайтесь вы так сильно. Ну, такие, как Ягыз, будут приходить и уходить. Где нынче можно найти честных, благородных парней, как мой сын? Нет, мы правда не поняли. Мы думали, что он любит нашу дочь. Что он чистый парень. Оказывается, у него были другие намерения. А если в глаза ему посмотреть, он думает, как ангел. Правда, но мы не понимаем. Конечно, ты не поймешь. Он-то твой сын. Это все кровь играет. У господина Аднана, конечно, так не получилось. Но когда он узнает, что Эйлюль его дочь, он сразу обнимет ее. Эй, Эйлюль, доченька. Не расстраивайся ты так. Я пойду на работу. Закройте эту тему, она расстраивается. А я пойду руки в ММ. Эйлюль. Что ты здесь делаешь? Уйди отсюда. Уйди, иначе вызываться. Мне очень жаль. Я допустил ошибку. Прости, не прикасайся ко мне. Я же сказал, что ты больше не появляешься у меня на глазах. Но не надо так, Эйлюль. Я ведь полюбил тебя. Разве это не вина? Ладно, я больше не открою эту тему. И больше не притронусь к тебе. Но ты не смотри на меня, как на врага. Ладно. Будем считать, что не было ничего подобного. Тема закрыта. С днем рождения, мой Агас. Хорошо, что ты мой сын. Если бы ты был сейчас рядом со мной, я могла бы обнять тебя. В Анкаре холодно. Не забывай тепло одеваться. Мама. Матушка. Да, дорогая Мирмин. Я отправила тебе немного денег. Спасибо. Ты бы знала, как ты выручила нас. Ты моя единственная помощь. Ну, а я храню твой секрет. Так мы и будем поддерживать друг друга. Ну, ладно. Трать на здоровье. Спасибо, спасибо. Когда нужно будет, я снова позвоню тебе. Всего тебе доброго. Эта женщина не успокоится. Мне нужно съездить в Анкару. А, наконец-то смогла ответить, дорогая Мирмин. Я столько звонила тебе. А когда ты звонила, я не могла ответить. Я не слышала. Ну, что тебе нужно-то? Да что мне может быть нужно, дорогая? Я просто хотел узнать, как ты. Сегодня день рождения твоего сына. Я хотела отпраздновать это. Ты же знаешь. 20 лет назад я тебе дала этого ребенка в руки. Спасибо, спасибо. Надеюсь, Аллах будет доволен тобой. Ой. Кто знает, где сейчас твоя родная дочь? У нее тоже сегодня день рождения? Ради бога рождения. Не открывает эту тему сейчас. Послушай, надеюсь, ты там не рассказываешь то же, что и мне сейчас. Конечно, я не рассказываю твой секрет, дорогая. Это твой секрет, и я никому ничего не говорю. Не волнуйся. Но ты же знаешь, у нас тут тоже все очень сложно. У моего сына даже нет нормальной работы. Не хватило еще денег, которые я отправила? Ну нет, спасибо, спасибо. Твоих денег хватило, но... Ну мы опять велипли, что поделать? Ну, ваши дела пошли в гору. Что сказать, вы большие молодцы. Ну, я бы хотела, чтобы ты повидал вас, бедняжек. Слушай, обещаю. Не господину Адану, не его сыну, я ничего не скажу. Я не скажу господину Адану. Господин Адан, у тебя есть еще дочь. Ладно, ладно, я помогу тебе. Главное, чтобы кроме нас никто не знал правду. Ой, Розье, какая же ты умная. Опять ты смогла деньги вытащить из Нормин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.